Короче говоря, Грэнни в реальной жизни. Третья часть. Каким-то чудом я отбил удар Грэнни и начал убегать, но когда я обернулся, весь мир как будто перевернулся. Я стоял посреди дороги леса, сзади меня была бабка, а дома не было. Бабка щелкнула пальцами и я потерял сознание. Когда очнулся, я был привязан к дереву. Бабка сказала, не двигайся, а то иначе я тебя убью. Еще она сказала, что это из-за меня дом пропал. Она куда-то ушла. Я начал рвать веревку. Около моей ноги лежал нож. Я как-то его подвинул ногами и перерезал веревку. Это было чудо. Я начал убегать. Я бежал как только мог. Но вдруг из неоткуда вышла бабка? У нее что, какая-то суперсила? Почему она появляется из неоткуда? Я со всей силы пихнул ее и побежал дальше. Через секунду она опять из неоткуда вышла и ударила меня. Я очнулся около дерева. Уже никаких записок не было. А на улице темнело. Бабки все так же не было. Я залез на дерево и ждал, когда она пойдет. Она пришла и когда не увидела меня снова, очень сильно злилась. На дереве я держался за ветку. И случайно ее сломал. Бабка меня слышала. Внезапно она оказалась сзади меня. И снова меня ударила. Я очнулся снова около этого дерева. Бабки снова не было. Я начал убегать как только мог. Ее не было видно. Неужели у меня получилось убежать? Но пока я оглядывался назад, я вступил в ямку и подвернул ногу. Она болела очень сильно. Через минуту я встал и продолжил идти, опираясь только на одну ногу. Я нашел обычную палку и использовал ее как третью ногу. Было очень тяжело идти. Я шел час, два, три. Бабка меня не искала. Я был очень рад. Что? Опять? Да как ты меня находишь? Чувак, я же твоя бабушка. Бабка сломала ногой палку, а меня било молотком. Я очнулся около дерева. Кажется, от этой бабки никак не уйти. Ну и зачем я ей вообще нужен? В чем секрет? Моя нога очень сильно напухла. Я ее уже практически не чувствовал. Кажется, это был перелом. Нужно ее вправить. Чтобы я смог вправить ногу, тебе нужно нажать на лайк. Давай жми лайк, помоги мне. Если я в этом видео наберу 222 лайка, то я вам расскажу, что было дальше. На этом все. Оставайся таким же шикарным, бро. Стой был Сергей Онис. Короче говоря, крайне в реальной жизни. Три.